здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин с нами на связи из киева политехнолог николай спиридонов здравствуйте николай здравствуйте михаил здравствуйте зрители я попрошу вас прокомментировать обращение с которым выступил верховной ради президент украины владимир зеленский она касалась как внутренних вопросов так и внешней политики страны им заинтересовались многие комментаторы политологи журналисты естественно не только в украине но и за за рубежом потому что еще раз говорю там был много вопросов которые касаются всех ну начнем я перечисли некоторые основные положения и попрошу их вас прокомментировать ваши отношения к ним и как ним относятся вообще внутри украины что они означают ну вот допустим он говорил о донбассе и крыме и он сказал что мои ключевые приоритеты это мир на донбассе и деоккупация крыма по мнению зеленского разблокирован именно вот в период его президентства нормандский процесс из достижений он упомянул что удалось освободить и вернуть домой 136 украинцев и перемирие длится уже восемьдесят шестой день это вот его цитата из его выступления это что просто был отчет как бы проделанной работе или это по мнению зеленского на ваш взгляд некий базис который он считает что он создал за этот год и который пока согласно которого можно двигаться дальше знаете михаил несмотря на то что выступление было в верховной ради и как бы адресовалась депутатов на самом деле это намного больше было похоже на предвыборное выступление по сути президент украины владимир зеленский сейчас выступает вип агитатором своей партии слуга народа и соответственно он воспользовался трибуной верховной рады и возможностью ежегодного послания для того чтобы еще раз выступить вип агитатором то что он говорил о донбассе но в принципе многократно было заявлено о том что необходимо вернуть донбасс состав украины то есть он не сказал ничего особо нового что касается перемирия ну действительно заключено такое себе довольно шаткое перемирия погибать стали меньше можно это с некоторой натяжкой считать заслугой зеленского но что касается нормандского процесса постоянные происходят переговоры и я бы не сказал что они при зеленском прямо дают какие-то конкретные результаты потому что все упирается в тупик от украины ждут что соответственно придание тонбассу неких особых прав украинские националисты с этим не согласны категорически поэтому когда это озвучивается даже не от имени зеленского а скажем от имени фокина нынешнего пенсионера и участника бывшего трехсторонняя контактная группа от украины то возникает большой скандал зеленский смотрит на этот скандал и делает шаг назад но и вот мы видим такое вязкое болото которое ну к сожалению уже приобрело статус долгосрочной хронической болезни даже вот почему-то я тут пелевина вспомнил в одной из его книг были такие слова что обращался герою героиню к героине в одном из романов и написал ей следующее что ты спрашиваешь как здесь дела если коротко то предположение о том что окружающая нас со всех сторон коричневое море состоит из шоколада тает даже у самых закоренелых оптимистов понятно и следующий момент я попросил бы вас прокомментировать на него тоже многие обратили внимание зеленский упомянул что в нынешнем году в двадцатом году бюджет на армию стал самым большим в истории украины это первое и второе то что украина по его словам начинает строить две военно-морские базы для защиты черноморского региона что это означает что украина имеет какие-то военные планы или это просто планы по укреплению обороноспособности ну вы знаете по поводу военного бюджета наверное это манипуляция потому что в своем выступлении зеленский сказал что военный бюджет на 15 процентов вырос по сравнению с 2018 годом но ну когда президентом был порошенко но вырос в гривнах и уж поверьте что за два года у нас индекс инфляции в гривнах был ну никак не ниже этих самых 50 процентов то есть военный бюджет соответствии с этим ты либо остался примерно на месте либо на самом деле немного уменьшился и проекты бюджеты на 2021 год показывают что там увеличивается финансирование других силовых структур мвд сбу еще антикоррупционных органов бюджет военные ну по сравнению с ними и как-то как-то не очень растет даже в некоторых ну еще пока этот бюджет не принят даже в первом чтении то есть документы предварительные но в некоторых предварительных документов которые мы видели то даже бюджет на армию в гривнах падает вот невзирая инфляция а что касается вот этих двух баз военных военно-морских вы знаете этот давний разговор про эти военно-морские базы понятно что украина определенную ждет поддержку и сейчас достаточно часто и самолеты нато летают над украиной и другие страны там украину как-то поддерживают так что теоретически если будут построены базы то это должно усилить обороноспособность украины на практике ну если слишком давить на россию военным путем то это тоже может привести к мало прогнозируемым последствиям потому что сколько бы украина баз военных не построила военном плане но достаточно трудно предположить что ближайшие годы украина будет равна россии по своему военному техническому оснащению понятно когда президент говорил о крыме ответственности тех кто был раньше у руля власти в украине он сказал такую фразу что те кто без боя отдал крым должны понести ответственность что на ваш взгляд имеется в виду какая ответственность политическая уголовная о чем идет речь ну наверное уголовная потому что политическую ответственность например партия народный фронт уже понесла она не представлена верховной ради европейская солидарность она же бывший блок петра порошенко хотя в верховной ради представлена намного меньше раза в два с половиной меньше чем в те времена когда президента был пётр порошенко то есть политическая ответственность уже есть но поскольку зеленский президентствует уже полтора года то его вот эти намеки что он там пересажает коррупционеров пересажает предателей но уже больше вопросов возникает что почему это не сделано за полтора года поэтому это такое угрожающее послание предшественникам которые кроме громких слов на сегодня ничем не подкреплено понятно вы сказали что на ваш взгляд выступление президента верховной ради больше напоминало такой политический отчет перед местными выборами которые должны пройти если я правильно помню в ближайшее воскресенье 25 до 25 числа скажите пожалуйста если какие-то прогнозы замеры того чего от них можно ожидать я знаю что в украине традиционно местные выборы там низкая явка в общем-то каким во многих других странах но тем не менее чего ожидают политологи от ближайших выборов действительно в украине как правило на местных выборах меньше 50 процентов избирателей и учитывая ситуацию с вирусом что все таки хотя информационно он преувеличен но все таки не высосан из пальца и многие люди заболевают то могу признаться что я например своим родителям советовал на избирательные участки не ходить потому что оно того не стоит вот этот риск заражение он не стоит скажем двух голосов может быть это неправильно с демократической точки зрения но если мы посмотрим результаты возможны то они уже даже не спорят никто не спорит внутри офиса президента что партия слуга народа на этих выборах провалится по моим данным в офисе президента уже идет спор кто виноват в провале скорее всего представители действующей власти центральной не возьмут ни один крупный город то есть и в киеве и в одессе и в непропетровске и во львове и в харькове во всех крупных украинских городах шанса на победу но практически исчезающие минимальный и в некоторых областях запада украины даже есть риск у партии власти не набрать пять процентов и соответственно не попасть составы городских районных советов но в большинстве все таки областей городов украины партия власти хоть и не получит своего мэра но представительство в городах получат поскольку в украине очень хорошо отработана технология влияния на мэров с помощью уголовных дел то даже уже на кандидатов в мэры вот я с одним молодым кандидатом работал он так удивленно говорит что на него два уголовных дела открыто я объясняю что это нормальная украинская политика правовая традиция что если человек идет в мэры то на него открывают уголовные дела то что они потом развалятся и никого не волнует ну и вот если человек становится допустим мэром ты тоже на него заводит какие-то уголовные дела и в результате центральная власть таким образом держит их за причинное место вот этими делами то есть мэры будут на крючке в горсоветах какой-то результат все-таки будет показано фракции провластные пройдут соответственно в местных советах представительство слуг народа будет лучше чем она на данный момент поскольку на предыдущих местных выборах которые состоялись пятнадцатом году такой в принципе и партия не существовало поэтому в любом случае слуги народа будет как-то представлены уже влиять и не только на центральную власть но и на местную и последний вопрос который я попросил вас прокомментировать я не знаю вы в курсе или нет появилось несколько сообщений насколько можно им доверять не знаю о том что в школах украины запретили употребление такого термина как великая отечественная война насколько это правда или это фейк насколько это соответствует действительности вы знаете давно идет наступление на этот термин я просматриваю школьные учебники потому что я по первому образованию преподаватель истории и вот по старой привычке новые учебники я просматриваю практически нигде я этого термина не вижу везде он заменен на вторую мировую но чтобы прямо этот запрет был законодательно отрегулирован то по моему этого не было то есть в принципе пропаганда коммунизма была приравнена пропаганде нацизма то есть в принципе сам термин великое отечественное теоретически можно пытаться под эту статью подвести под пропаганду коммунизма но но если уже натягивать с собой на глобус но прямого вот законодательного запрета видимо не было потому что иначе бы я не услышал николай спасибо что нашли для нас время за ваш комментарий всего вам доброго спасибо и вам на этом все напомню что с нами на связи из киева был политехнолог николай спиридонов до свидания